Динамо Барнаул ФНЛ. Заголовок топ, но это не то, что вы думаете. Лига Урал-Приволжья, где в этом году играли бело-голубые, вновь ждет реформа. Со следующего сезона команды будут выступать под эгидой Футбольной Национальной Лиги. Это повлияет на изменения команд-участниц, их станет больше. И если в этом сезоне барнаульцы провели 28 игр, то в предстоящем их ждет около 40. Работы у игроков прибавятся и важно эти встречи пройти без потерь. Если брать команды, которые под выход, в которых я играл, когда проходили в премьер-лигу в Томске, ну примерно это в районе 26-27 человек, из них которые примерно 22 должны быть равноценны. Потому что очень много, скажем, карточки, диспорификации, там просто игра не пойдет. По итогу сезона бело-голубые заняли седьмое место. По словам руководства клуба, это достойное место и задача на сезон выполнена. Причем в Лиге Урал при Волжье у Динамо предпоследний по объему бюджет всего 39 миллионов. Он не менялся с 2004 года. Я назову хотя бы просто одну команду, это Новосибирск. У них бюджет 250 миллионов. Вот и считайте, как нам с такими командами играть, хотя мы и сыграли, и неплохо. И разница всего лишь в итоговой таблице у нас через одно место. В июле Барнаульцы изыграет свой первый матч в новом сезоне в рамках Кубка России. Соперник пока неизвестен. Однако болельщиков ждет небольшое обновление состава. Но это руководство клуба держит пока в секрете. Трансферы состоятся, но незначительные. Нам следует помнить, что Динамо играет только на своих воспитанниках. Поэтому усиления будем ждать из молодежной команды, либо из других алтайских клубов. Ясно одно, предстоящий сезон для белоголубых будет непростым. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.